Сегодня на повестке дня район Западная Дегунина. Я приехал сюда с полной уверенностью, что дома уже расселены, но практически еще есть здесь жильцы. Двери закрыты, все закрыто. Давайте сейчас посмотрим, что строится вместо них. Разумеется, район Дегунина не стал исключением. Вместо типовых пятиэтажек здесь уже красуются высотки. Строятся какие-то торговые центры. Дома построены, заселяются. Метро здесь далеко, поэтому дорогам придется не сладко. Сейчас мы застали такой момент переселения, когда некоторые квартиры уже расселены, а в некоторых еще горит свет. То есть дом наполовину живой, наполовину расселенный. На всех подъездах висят предостережения, поэтому, скорее всего, выселенные квартиры закрыты. Что касается переселения, практически все жильцы переезжают в дом номер 17, поэтому уже создаются чаты общедомовые. Хоть перевозку обещали бесплатно, но все равно еще развешивают объявления коммерсанты. Только один из подъездов здесь заварен и опечатан. Как только последний жилец съезжает, подъезд заваривают. Домофон из него вытирают и ставят под охрану чоп такой-то. В один из подъездов мне удалось пройти. Первый этаж, все квартиры опечатаны. Несколько печатей. Сейчас посмотрим далее. Далее по этажам примерно все то же самое. Ну и последний этаж, что уже две из четырех квартир опечатаны. В другом подъезде мы видим, что некоторые вещи люди все-таки забирают. Допустим, даже какие-то старые шкафы. И не совсем старые диваны. То есть не все готовы оставить свои вещи. Сегодня мы с вами посмотрели, как проходит реновация немножко с другого ракурса. То есть не увидели никаких погромов, никаких вскрытых дверей. А увидели заваренные полупустые подъезды. Вернее, заваренные и полупустые подъезды. Какие-то вещи, которые люди с собой вывозят. Но я думаю, если прийти к этим домам месяца через три, то здесь уже будет привычная нам картина. Разбросанные вещи по всем квартирам. И в принципе все то, чем мы уже с вами успели насмотреться. Продолжение следует... Продолжение следует...